всем привет в эфире морковкин тв и с вами я везде узнаваем всеми уважаем дмитрий никоев за моей спиной друзья творится полнейшая зима а во лбу меня звезда горит а в наушниках у меня играет между прочим новый альбом децла но это не самое главное что я хочу сейчас вам сказать этот ролик который вы смотрите я записал специально для своего друга потому что он меня об этом попросил я летом ездил в поселок в котором живут мои родители и в этом поселке когда-то давным-давно жил мой лучший друг и он мне позвонил и сказал сними самые лучшие места этого поселка именно те места в которых мы когда-то с ним и с нашими друзьями тусовались ну просто у моего друга появилась такая знаете ностальгия вспомнить детство поселок родной в котором происходили интересные моменты жизни да потому что это память и с этим ничего не поделаешь и как раз таки этот ролик я специал специально снял для него ну и соответственно для вас в качестве такого теплого подарка потому что ролик был записан летом а сейчас сами видите какая жопа творится у меня сопли замерзли в носу вот и мне нужно скорее бежать домой отогревать их до кипяточком заливать и чтобы все было хорошо а вы смотрите этот ролик и наслаждайтесь летним теплом поехали а а а и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Герой меч артов и топов и всех новостей Герой меч артов и топов и всех новостей Сейчас я нахожусь на дороге, которая ведет вон из поселка в ту сторону А та сторона ведет к речке, которая называется так же, как и наш поселок Куанда А вот вы сейчас видите вот эти березки, замечательные деревца, которые дают нам кислород И здесь мы однажды с моим другом рвали веник в баню Родители попросили нарвать веник И мы с ним его здесь рвали в темпе вальца Для того, чтобы скорее отдать этот веник и свалить на тусовку И это было весело Мой друг полез вон на самую верхушку одного из этих деревьев И просто... И упал с него прямо в те кусты Ну ничего, не покалечится, не подумайте ничего Все было нормально Мы посмеялись, собрали веник И поехали вон в ту сторону Где ждали нас родители в бане Вот такая вот фигня Я поломаю руки, ноги Я разобью себе башку Но не расстанусь со скейтбордом Пока однажды не умрут Пусть проживу совсем недолго Мне хватит лет и сорока И даже в ад пойду с улыбкой Лишь бы со мной была доска Скейтборд 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 сейчас мы с вами находимся на очень интересном перекрестке вон в ту сторону дорога ведет в поселок вон ту сторону дорога ведет на дискотеку раньше в той стороне был большой большой клуб в котором проходили дискотеки и мы там тусовались а вон в ту сторону ведет дорога тоже в клуб но клуб под названием багульник там был клуб с кинотеатром вместе два в одном но он однажды давным-давно сгорел но мой друг знает эту дорогу очень прекрасно потому что вон там сейчас прибавлю он там где-то вон там жила его подруга он к ней ходил но я тоже ходил пару раз но смысле не без него конечно с ним да а вот эта дорога видите она второстепенная она даже асфальтом не покрыта эта дорога тоже моему другу знакома и она ведет в царское село почему царское я вам расскажу чуть попозже мы сейчас туда с вами и отправимся а 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 я а а а а а а А я старый дед, я ненавижу панков Я ветеран войны, и мне уже под сто Сосед мой неформал скучит на барабанах И девушка его пьяная, который год И я давно уже звоню в военкомат Чтобы этих килограмм до залива третий год Я ненавижу панков Я ненавижу нарком Я ненавижу пепси Я ненавижу йогурты Пейджеры Пейджеры, брикни Е-е-е И я, наверное, не состарюсь никогда Мне динозавр, мы, поверьте, не спа Я ненавижу панков Я ненавижу деда Я ненавижу старость Во всем Я буду словно Леми Я буду словно Ольги Я буду словно Игги Всегда-да-да Всегда-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Конечно, оно сейчас не очень по-царски, потому что с тех пор прошло очень-очень много времени, но раньше, раньше, друзья, это место считалось одним из самых элитных мест, так скажем, районов в поселке. Почему называется Царское село? Потому что в этом селе, в этом районе жили все начальники всех строительных компаний, которые строили наш поселок, вот, поэтому называлось Царское село. Но сейчас, видите, выглядит, конечно, это все как-то не очень, ну, я бы сказал, вот так, это самое мягкое слово, которое можно здесь использовать. А вот дом, который очень хорошо знаком моему другу, и мне тоже, собственно, знаком. Этот дом очень хорошо, потому что здесь, здесь жили наши общие друзья, очень хорошие друзья. Тут есть, соответственно, дороги, ну, вот, вы видите, какие здесь дороги, здесь вот поворот, вот здесь были дома, вон там были дома, здесь везде были дома. Да, да, со временем эти дома просто превратились, сами видите, во что, вот, видите, во что превратились эти дома. Вот они, эти дома, ну, такие, знаете, добротные дома, аккуратные, строились для людей на самом-то деле. Простояли они очень-очень долго, ну, ничто не вечно, как говорится, под луной. Вот они, эти всякие повороты, гаражи, ну, и, соответственно, еще дома, которые превратились со временем в дачи. Вот, это одна часть царского села, другая часть находится с другой стороны. Мы посмотрим на нее через чуть-чуть попозже. Вы видите гараж? А он там есть. Вот, собственно, другая сторона царского села. И она выглядит тоже, я вам скажу, не очень красиво. Но летом, в принципе, она выглядит очень даже неплохо, потому что летом даже куча дерьма выглядит очень-очень даже приятно. Вот такая вот, видите, территория, покрытая лесом. Ну, и, соответственно, на этом фоне еще есть какие-то развалины. И это все называется царское село. Здесь есть еще, конечно, пару жилых домов, которые используются под дачи. А когда-то здесь кишило. Место это людьми просто кишило. Как это звучит страшно. Кишмиш, кишило. Кишило. Да, вот оно, царское село. Я бы мог, конечно, повыше подняться, подпрыгнуть, там на дерево залезть, на какое-нибудь такое. Но я не могу лазить по деревьям, потому что я не скалолаз. Не, не дереволаз. Так. В общем, поехали дальше, короче, смотреть. Наши интересные места. Раскрашены стены. Раскрашены стены. Поехали. На-на-на-на-на-на-на-на-на... На-на-на-на-на-на... Короче, друзья, мы ехали-ехали И, наконец, приехали В одно место, но это место Не связано с теми местами Вот, в которых мы очень часто бывали Смотрите, да, какая дырища Вообще капец Вы, наверное, уже предположили Что это сейчас будет Я вам покажу, короче, один знаменитый наш мост Ну, да, это не то, что мост Это то, что от него осталось То есть от него осталось одно название Название мост Смотрите, смотрите, внимательно, готовы? Пожалуйста Видите, что творится? Вот он, этот мост Там железнодорожный мост А здесь вот автомобильный мост По которому мы ездим Ну, как ездим? Вот так вот мы и ездим То есть никак, видите? Там он идет-идет, а потом там его вообще нету Вот такое вот место И это говорит о том, что Нашим властям Совершенно насрать на то, как здесь живут люди Понимаете? И поэтому я не хочу, чтобы у нас была такая власть Которым насрать на народ Я хочу новую власть Которая починит вот этот мост В конце концов Лето это просто круто Видите, какая природа Она просто потрясающая Ну, видали, что творится? Ну, это да, старый мост Потому что он сгорел однажды Да Ладно Не будем о грустном Поехали дальше Я включен Жизнь ощутимо вполне Разводным По голове Заварил Я эту кашу проблем А теперь Давлюсь и ем Убираю стену из камней Я в ловушке собственных сетей Может, я совершаю ошибку Прости мне эту попытку Хоть что-то изменить Может, я совершаю ошибку Прости мне эту попытку Хоть что-то изменить А слова Всего лишь только слава Видимость Одна игра Сколько бы Не делал выводов я Только нет Одна фигня Убираю сену из камней Внизу Вниз лечу В оговорот страстей Боже, я совершаю ошибку Прости мне эту попытку Хоть что-то изменить Может, я совершаю ошибку Может, я совершаю ошибку Прости мне эту попытку Хоть что-то изменить Хоть что-то изменить Сейчас вы увидите место Которое мы называли Стрелка И мы на ней любили тусоваться На этой стрелке Смотрите Правда, от того нашего Оригинального Начального места Почти ничего не осталось Потому что Вот здесь вот Именно вот здесь Вот здесь Лежала вот подобная Плита На которой мы сидели А почему место называется Стрелкой? Так потому что Мы нашли на этом месте Фанеры кусок Который был Когда-то в огне В костре И обгорел в виде стрелки Мы ее положили на плиту И называли это место Стрелкой Но сейчас Это место выглядит Вот так вот Может быть кто-нибудь Также здесь собирается Тусуется Но Наше детство Было Тоже здесь А сейчас, друзья Вы увидите Одно из самых Элитных мест Для тусовок Видите, какое элитное место Но мы туда не пойдем Потому что там Элитное место Для других Ребят Наше элитное место Было вот здесь Сейчас Сейчас Нужно подняться Да Вот сюда подняться По этой волшебной лесенке И перед нами Открывается Охрененский вид Вот это то самое место В котором мы Мы на ней не то что прыгали Мы на ней тренировались Мы готовились К летнему сезону И на ней тренировались Прыгая Изображая Доску Или доску Для серфинга Вот она тут была Короче Это доска Тьфу, блядь Доска Железяка Короче Может быть Вы меня не понимаете Ну да ладно Самое главное Что мой Друг Попросил Снять эти места Я Снимаю И надеюсь Ему Понравится Этот Видеоролик И он будет Ностальгировать Так что Вот такая Вот смотрите Сколько зелени Все таки Лето Это так Прекрасно Еще раз Смотрите Сколько места Здесь можно Концерт Какой-нибудь Устроить Да Какого-нибудь Там не знаю Знаменитого Псевдо-рэпера Моргенштерна Там Или еще Какого-нибудь Придурка Ну В общем Вот такая Конитель Поехали Дальше Моргенштерна Моргенштерна В целом В мире много Знакомых у тебя Тех, кто был рядом Иногда Сотни номеров Подруг, друзей Часто путаешь Ты этих людей На самом деле Проще говорить Что ты друг Если что-нибудь Случится вдруг Тогда Они не узнают тебя Скажут Извини У нас сейчас Дело Это песня Для вас Для всех Можно так найти Кому не без различных мыслей Кого не по пути Так скоро Как для рядом Тот, кто поймет Он Чувствует Идет Это песня Для вас Для всех Кого не без различных мыслей Кого не по пути Так скоро Как для рядом Тот, кто поймет Он Чувства Приведет Трудные минуты В жизни Встречаться Не реже Позвонить Друзья Тебя Поддержат Когда На душе Тоска От того Что рядом Нет тебя Стоит На секунду Забыть Что вокруг На телефоне Смотришь Отпадает Забыть Это песня Для вас Для всех Кого не без различных мыслей Кого не по пути Так скоро Как для рядом Тот, кто поймет Он Чувства Приведет Это песня Для вас Для всех Кого не без различных мыслей Кого не по пути Так скоро Как для рядом Тот, кто поймет Он Чувства Приведет а сейчас друзья я вам покажу тоже очень классное место но это место общего пользования вот это наш местный причал вот видите тут лодки стоят там красивый берег речка облака красочные правда смотрите как будто там что-то изображено вот что там изображено что увидите на подумайте про мне скажите вот он наш причал видите сколько лодок вот я на всех этих лодках плавал да я катался на них он на тот берег плавал вон оттуда начинается это река да она уходит классное местечко клёвый вот песочек видите как прям как на пляжу можно лежать здесь загорать наслаждаться жизнью но только конечно летом зимой здесь делать не хрен абсолютно вот такое вот классное место комаров правда много ну ну а куда же без них из этих кровососущих насекомых ладно поехали дальше это песня для вас вообще как он не без различных мыслей но он не похудит так скоро когда рядом тот кто поймет он чувство приведет сейчас друзья я вам покажу мухоморы вот они видите какие замечательные красавцы но это не главное что я вам хотел показать я вам покажу сейчас одну из наших тоже любимых мест видите любимые места не только наши здесь много тусуется народа это наше короче место но оно не самое главное но оно есть сейчас вы его увидите вот оно это бревно на котором мы сидели и читали всякие письма от разных людей но мой друг знает о чем идет речь вот и он попросил снять это место я его вам показываю вам то наверное пофигу на это место а вот мой друг будет ностальгировать по полной программе видите тут не только мы были а тут бывают разные люди вот тропинка туда уходит а там дорога на которой мы не пойдем так что вот такой вот у нас красивый дремучий лес кстати молодой да вот наш лес там кто-то разговаривает поэтому мне нужно дальше идти и уносить свои ноги все поехали на следующее место динамы и снова ночь и снова на метро пусть эскалатор идёт центру земли последний поезд ты садишься но на пересадку опоздал уже в одном кармане в одном кармане есть еще двадцать в другом кармане зажигалка твоя сестра сказала что у нее проблемы с парнем а сейчас я вам покажу тоже одно классное место в которой мы любили приходить давным-давно это место за домом за пятиэтажкой но с тех пор многое изменилось и теперь на этом месте стоит вот такой вот длинный забор и растет что-то там не знаю я что там растет в общем вот здесь вот именно было наше место любимое тут стоял столик с двумя маленькими лавочками мы любили сюда приходить и сидели на этих лавочках особенно было клёво вечером когда темнело мы сидели на этих лавочках и подслушивали о чем разговаривают люди вот в этих вот окнах да было очень интересно подслушивать ведь как у дерева вымахала классная да ничто не вечно под луной вот такой вот забор здесь построили сейчас здесь чьи-то огородики но огороды на самом деле это лучше чем какие-то лавочки со столиком вот здесь кстати было это место вот здесь прям вот прям вот там где бочка короче стоит синяя здесь был столик а рядом были лавочки но сейчас здесь совершенно другая картина видите что творится но память есть память ностальгия это круто поехали дальше ну ладно так уж и быть покажу вам еще одно интересное место в которое любят приезжать многие вот это столики да вот видите тут сосновые ветки лежат видимо кто-то приготовил для того чтобы развести костер но собственно костер то вот здесь разводится вот прямо вот здесь ведь можно шашлыки делать и все что угодно можно прыгать даже через этот костер там кусты которые можно тоже бегать и прыгать вот он стол короче за которым можно сидеть и есть еще пить а а если случайно у вас закончилось питье можете сходить вон он короче там есть ларек вон он там за кустами короче сходите туда возьмете себе еще вон он сейчас вам покажу он видите ларек короче вот этот домик возьмете еще себе и можете дальше пить короче вот она дорога лесная обожаю ездить и ходить по лесным дорогам особенно летом когда вот такая классная погода ну вот он лес видите да что там творится ну вот там но это уже это уже другая история ладно поехали дальше ну что друзья вот мы наконец-то и добрались до самого главного нашего места где мы любили собираться и так сказать тусоваться это место называется стройка под названием тот торговый общественный центр должен был бы здесь быть но он не достроился потому что советский союз прекратил своего свое якобы существование и поэтому прекратилось строительство вот это место в тотсе должно было быть кинотеатром вот там должен быть большой экран а вот здесь должны быть сидушки здесь были не так давно плиты на которых мы тоже любили тусоваться плиты кто-то спер и теперь здесь вот видите кусты галимые кусты так пошли дальше вот сейчас мы видим две лесенки левая и правая но скажу вам одну такую интересную вещь почему-то вот эта левая лесенка пользовалась популярностью чаще чем вот это сейчас мы поближе посмотрим вот эта самая лесенка на которой мы любили сидеть и как мы можем заметить что здесь до сих пор кто-то любит сидеть он то видите огромная дырка в лестнице мы в нее прятались да ладно шучу мы в нее плевали семечки а вон она как раз таки это самая дальняя лестница на которой тусовались ребята которые не хотели тусоваться с нами понимаете она более-менее почище почему-то видите мусора очень мало вот вот она крыша которая протекает вернемся к лестнице вот на этой лестнице мы любили сидеть и разговаривать а также мы очень часто на ней сидели играли на гитаре кто-то сидел на лесенке а кто-то сидел вот на этой бетонной плите но когда нам надоедало играть на гитаре мы выходили вот сюда вот на это место как настоящие музыканты и представляли что мы выходим со сцены а вон там внизу тусуются фанаты наши фанаты и мы выходили и кричали им разные кричалки и это было круто все-таки как было бы классно если бы это здание в свое время достроилась тогда бы в нем была бы жизнь но если приглядеться вот туда то можно заметить что жизнь есть все-таки есть но немного другая да это улей осины скорее всего вот вот это есть наш тот ну вот в принципе и все я заканчиваю съемку наших прекрасных мест и бегу скорее домой монтировать этот ролик для того чтобы отправить своему лучшему другу всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал если вам интересно а если не интересно все равно подпишитесь а почему бы и нет всем мира и добра поставьте лайки если что если можно и увидимся на морковкин тв всем спасибо и до новых встреч друзья пока пока субтитры сделал DimaTorzok